Друзья, всем привет! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем, конечно же, говорить, как и всегда, о том, что на площадках творится, о том, что происходит и что приводит в движение финансового актива. Ну что ж, давайте начнем с рынка нефти, который продолжает валиться, друзья, и раздает деньги всем тем, кто вовремя оценил серьезнейший рассинхрон между спросом и предложением и пришел к выводу, что этот сектор финансовых рынков обречен на еще большее снижение. Повторюсь, друзья, что рынок нефти сейчас копирует, в принципе, динамику фондовых рынков, что в целом отражает панические настроения, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Также хочу отметить, друзья, что мировой экономики прочит уже рецессию, и сегодня мы, кстати, по отдельным регионам поговорим уже о конкретных цифрах, насколько регионы могут экономике просесть. Рецессия в мировой экономике – это не самые радужные перспективы для всех сырьевых инструментов, в том числе и для рынка черного золота, потому что именно стабильность экономики определяет аппетиты, аппетиты соответствующие уровень потребления нефти. И прочих энергетических ресурсов. Что касается рецессии в данном проявлении, то, безусловно, это знак равно резкому падению спроса на нефтянку. Мы говорили, что по данным Goldman Sachs, хотя это могут быть даже несколько оптимистичные оценки, спрос на нефть снизится более чем на 4 миллиона баррелей. Bloomberg отметил, что как минимум нас ожидают исторические показатели снижения спроса. Плюс ко всему мы ждем уже через две недели значительной активизации производителей Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Саудовской Аравии, которые зальют мировую экономику ресурсами тогда, когда они совершенно не нужны. И это еще раз усилит перекос, создаст избыток предложения, друзья. И опять же, тем, кто еще сомневается, снова укажет на те донные уровни, к которым может стремиться бренд в ближайшее время. Цели, друзья? Я думаю, что как минимум обновление минимальных отметок 2016 года и последующий уход и закрепление ниже 27 долларов за баррель. Пока что давайте ориентироваться на эту планку, потому что с учетом текущего курса нефти, даже снижение на 2 бакса, это уже равносильно 10%. Что будет с рублем? Тоже актуальный вопрос. Рубль будет ввалиться, друзья. Это самое лучшее проявление термина девальвации в сырьевых инструментах развивающихся рынков. Это очень сейчас заметно. 75-43 еще до открытия российской биржи. Я думаю, что сегодня мы будем тестировать 76, это точно. А, скорее всего, отправимся даже поближе к уровню 77. Текущий курс, который мы наблюдаем на рынке черного золота, он равносилен, если спроецировать на то, что должно происходить с рублем, котировкам в районе 80. И я думаю, что действия и Центрального банка России, те возможности и те инструменты, которые используются, они очевидно сейчас задействуются, чтобы сдержать еще больше ослабления рубля и спекулятивную атаку. Они исчерпают свой потенциал поддержки для него, и мы вскоре увидим реальный курс. Главное, друзья, чтобы вы в этот момент были в верном направлении. Доллар иена 107.13. Я даже, несмотря на локальное восстановление, уверен, что пара снизится, потому что вижу сохраняющийся интерес к защите. Опять же, друзья, мы, если сейчас прямо посмотрим на то, что происходит на американском фондовом рынке, очень много видел статей позитивных о том, что пошел отскок. Но сегодня уже тотальная распродажа S&P 2402 пункта. Я думаю, что, скорее всего, торги снова закроют на фоне такого обвала. Наша цель по американскому фонду в рынку по S&P 2000. Ну, моя цель уж точно. Поэтому такая паника, она сохранит интерес к франку, она сохранит интерес к иене, ну и, разумеется, к короткой позиции по доллару и иене. Трамп отметил, что США впадет в рецессию уже в втором квартале. В первом квартале экономический рост может быть нулевым. Во втором квартале мы увидим значение минус 0,5 процента. И, по его мнению, пик распространения коронавирусной инфекции придется на это лето. Я думаю, что это ближе к истине. Поэтому, друзья, как бы мне не хотелось это говорить, но, наверное, худшие времена еще не позади. Господин Внучин, который возглавляет Министерство финансов в США, отметил, что вспышка коронавируса может подстегнуть рост безработицы в Штатах до 20%. Если это, друзья, следствие коронавирусной инфекции в американской экономике, где сейчас принимаются беспрецедентные меры по локализации, попытке остановить распространение вирусной инфекции и поддержать экономику вливаниями ликвидности, программами количественного смягчения, снижениями в 10 раз процентной ставки, вы представляете, о каких последствиях, в том числе и для безработицы, может пойти речь касательно других регионов. По доллару и иене, повторюсь, короткая позиция. Золото, друзья, у меня нет ответа, почему этот актив сейчас не пользуется спросом. Но я думаю, что это задержка во времени, наверное, какой-то лах, который, в конце концов, будет убран с площадок и все-таки на золото навалится. Я не хочу ошибиться, опять же, с сделкой, поэтому готов работать с тем, что этот актив теряет, но все равно я сохраняю длинные позиции. Индекс американского доллара 99.39, друзья, мы увидим 100, рекомендую его покупать. Европейская валюта против доллара 1.10.40, накануне вышли данные по бизнес-оптимизму, оценке экономических условий Германии еврозоны, цифры страшные. Бизнес-оптимизм Германии минус 49.5. Друзья, мы никогда не увидим более таких значений. То есть, это история, и это еще раз доказывает то, что еврозона уже в страшнейшей рецессии, выбраться из которой будет очень проблематично. Что будет с евро? Конечно же, евро на этом фоне будет снижаться. Фунт против доллара 1.21.09, здесь также ждем ниже валютную пару. Накануне вышли данные по рынку труда, безработица скакнула на 0,1%, только начало, дальше будет хуже. Ждем запуска программы количественного смягчения и прогнозируемого снижения фунта ниже уровня 1.20. Австралиец, друзья, здесь спокойной душой можно выходить из валютной пары, потому что мы перевыполнили все цели. Протестирована была поддержка 0.60, лоу был 0.59.71, но если вы считаете, что потенциал снижения еще сохраняется, я не буду вас, опять же, отговаривать. Это правильный настрой, потому что, опять же, ожидается сейчас снижение ставки с 0.5 до 0.15% как минимум, и рецессия в первом полугодии, она фактически тоже неизбежна. Уровень безработицы в австралии также может скакнуть серьезный, как минимум до 6%. Доллар-канадец, сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен, ожидается рост, но я не думаю, что этот отчет важен сейчас для канадца, потому что на фоне снижения цен на нефть, тем более, что нефтянка валится сейчас, доллар-канадец развивает самое мощное восходящее движение 1.4187. Друзья, я думаю, что такими вот темпами можем добраться до отметки 1.45. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.